В этом городе Куда больше спешить? Мы у края стоим слишком близко Я к тебе подбираю пароль И пытаюсь читать твои мысли Под порядковым номером ноль Друг у друга мы значимся в списках Ты меня от себя отключи Разрезай на куски провода Хочешь смейся, хочешь кричи Хочешь просто читай по губам Мы посвечны на скорости мчим Неисправны давно тормоза Ты меня от себя отключи Отключи от себя навсегда Я пытаюсь согреться в ночи Грею душу надеждой на счастье Мы его не смогли приручить Мы его разорвали на части Я не помню ни чисел, ни дней Удаляю из памяти имя Но с тобой, чтоб не стало больней Друг от друга уже отключили Ты меня от себя отключи Разрезай на куски провода Хочешь смейся, хочешь кричи Хочешь просто читай по губам Мы посвечны на скорости мчим Неисправны давно тормоза Ты меня от себя отключи Отключи от себя навсегда Но с тобой, чтоб не стало больней Друг от друга уже отключили Ты меня от себя отключи Разрезай на куски провода Хочешь смейся, хочешь кричи Хочешь просто читай по губам Мы посвечны на скорости мчим Неисправны давно тормоза Ты меня от себя отключи Отключи от себя навсегда Вот это да! Включайтесь, друзья! Не отключайтесь! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ В эфирной студии очаровательная Александра Хайрулина Роман Шахов, друзья! Только что вы послушали премьер У нас абсолютно новая песня Александра Маршалла и Мина Отключи Ну и конечно Конечно! Александр Маршал! Здравствуйте, дорогие друзья! Саша, привет! Мне очень, во-первых, приятно Я у вас был давно И вот после ремонта Это просто какое-то чудо вообще Господа, вы знаете Это просто Какая-то прям Другая планета Серьезно, студия очень красивая Особенно ведущая, конечно Спасибо огромное! Вот видишь, если нам требовался ремонт То тебе он не требуется И слава богу Выглядит это потрясающе В каком смысле? Александра В каком смысле? Саша, ну вот какое дело Конечно, мы так уже Немножечко намекнули Нашим слушателям и зрителям О самом главном Как это сказать? Поводе Поводе, да Твоего визита к нам Грядет событие века Но год это уж точно Я, если быть до конца откровенным Не хотел праздновать этот юбилей Потому что как-то С каждым годом Чем дальше туда То тем меньше хочется Что-то праздновать вообще Ну 30 лет Или там 20 Я вообще Просто не помню Не заметил Ну 20 Ну 30 Ну 40 Когда моему папе Исполнилось 40 И у нас собрались гости Я помню Они принесли там с подарками Пришли какие-то Принесли вещи Часы Какие-то там такие Которые потом били Таким боем противным Вот И я так думал А я был пацаном Я думаю Какой батя уже старый 40 лет И тети-дяди Все эти пришедшие И как-то так проскочили На повороте 40 лет Даже не успели заметить Что произошло А теперь вот И вот теперь 7 июня Юбилей Друзья Даже Если даже мы скажем Сколько лет Саша исполнится Вы все равно не поверите Никогда Да нет Я-то знаю Самое главное Я в курсе Забывай Большой Любовь Я говорю Вот как ты захочешь Он говорит Ну как карта ляжет Ну Гриша Я говорю Ну как значит Ляжет карта Поэтому я не могу сказать Что все песни будут дуэтные Но дуэтов конечно много Потому что у меня уже Уже их много было До того А теперь мы еще записали Со Стасом Михайловым Несколько дней назад Потрясающее произведение Это новая Абсолютно песня Не твоя Это Стас полностью песня Информация была У тебя только вконтакте Мы давно хотели записать дуэт У нас что-то не получалось А здесь вот жареный петух Уже бабах Ну да И мы поэтому записали Вот новую песню 7 июня друзья Государственный Кремлевский дворец Все естественно Живьем Команда Группа твоя Мои музыканты Леня Агутин Я думаю Что будет его Духовая секция Его будет То есть не во всех песнях А в его Ну Одним словом Это Я В этом концерте Будут принимать участие Вот Мои друзья Близкие по дугу Близкие по духу И которых я знаю Много лет С которыми Ну Люба Успенская Это вообще Это легендарный человек С которым мы И мы кстати С ней делаем Одну из песен Ее старых песен Но только в другом стиле Совсем В роковом В таком Будет так неожиданно Так необычно Саша В чем ты предстанешь Перед публикой Что это будет Косуха кужная Или все-таки Костюм черный Элегантный Или может быть На этот раз белый Да я как-то На эту тему не думал Мне Это не столь важно То есть я не собираюсь Менять пиджаки После каждого номера Нет? Дело же не во мне Не в этом В чем я буду А дело в материале Дело в энергетике И дело в том Что меня придут Поздравить Друзья Вот это вот самое главное А там можно Хоть в плавках Ну это правда Кстати Да Многие его девчонки Сказали Конечно Кстати Из всех возможных Таш ну еще один вопрос Небольшой касаемо концерта Ты сам приглашал Этих артистов Или многие звонили Саша слышал концерт Видел афишу Хочу Возьми Получилось так Что Я так думал Что будет Человек 6 Ну там 7 Ну да действительно А потом получилось так Что Когда Начала появляться реклама Там уже Как-то слух пошел Кого-то встречаю Говорит Так минуточку Не понял А я где А там Я думаю Ну действительно И получилось так Что вот уже 25 То есть смотри Саш Если бы ты о концерте Сказал примерно За год до него Да То наверное Человек 50 Надо было 7 дней Просто делать Юбилейный концерт Александра Надо еще учесть Сколько будет Моих друзей в зале Кстати Тоже очень известных людей Которые не имеют к музыке Отношения никакого Ну то есть Они ее любят Вот Но не профессиональной музыки Да Их будет такое количество То есть Я тоже не хочу Вы многих знаете Многих знаете Прямо Очень хорошо знаете В общем сплошные Это пока секреты Тайны Приглашения будут Будут уже Разосланы Вообще Очень Знаменательным людям Я не знаю Придут Придут Ну потому что Они Первые Первым именам Тоже будут Разосланы Приглашения Да Я об этом и говорю Понятно Друзья Во всяком случае Я до нового года Предлагал Говорил И президенту Говорил Что если вдруг Получится Он говорит Ну пришлите приглашение Если я буду Не занят То приду А какая у президента Любимая твоя самая песня Ой это надо у него спросить Я не знаю Ну спросим Он как-то Когда я только начинал Он вернее Он Когда Владимир Владимирович Первый раз стал президентом Он Был банкет Он подошел к нашему столу Сидели артисты Значит И он подошел А ну все встали Я такой длинный Он подходит ко мне Так руку протягивает Молодец Слежу за вашим творчеством Все что я успел сказать Говорю Я тоже слежу за вашим творчеством От волнения Поэтому я не знаю Какая песня ему нравится Но вот сказал Что слежу за вашим творчеством А весь мир следит Как же вот эти вот Игра на фриде Московский Холкон И так далее Это же А это Это вот Вы знаете Что это уже неоднократно Происходило Конечно Когда первый раз Он играл так вот Одним пальцем А потом с гармонией вдруг То есть Видно что человек занимается И ему нравится Растет Растет Саш Ну видно что и ты занимаешься Потому что Появляются новые песни Слава богу Ну скажи я прям занимаюсь Занимаюсь уже трудно сказать Уже это все как бы Немножко в прошлом Но Потому что времени особо нет Друзья Я вот хочу сказать тем Кто нас не смотрит По каким-то там страшным причинам А только слушает По уважительным Сашин Да К нам во-первых С гитарой Во-вторых Две тетрадки Исписанные Рукой Ручкой Шариковые Это все песни Это все стихи Скажи Да многие бы умерли от счастья Прошу бы прикоснуться к этому Саш Это рукописи Почему Не приходишь на электронные носители Тепло хоронят Нет Вы знаете Я пишу очень много Вот в айфон В телефон Потому что на гастролях Там ну с бумагой Как-то неудобно И потом мне удобно исправлять И Вот А потом все-таки переписываю в тетрадь Ну Потому что вот Я привык петь Вот из тетради Я не знаю Это Это наверное Все-таки Это все-таки Наверное У нас не вытравить Даже с дустом Друзья Уже не вытравить Никак Из нашего эфира Еще две новые песни Александра Маршала Во время вечность Уходя Уходи Мы чуть позже Их послушаем Но сейчас Раз уж Александр с гитарой Мы конечно попросим Что-то исполнить Я бы хотел Начать Ну как начать Я бы хотел исполнить песню Посвященную своему отцу Потому что 18 мая Ему бы исполнилось 84 года Но его уже нет С 2001 года И мне его по-прежнему не хватает Я часто с ним общаюсь Мысливно И с фотографиями Ну то есть Ну действительно не хватает Я хотел бы сегодня Спеть песню Которую хочу посвятить Не только ему А всем нашим отцам Но Тем, кого нет Понятное дело Царство Небесное А те, кто живы Живите как можно дольше Если был бы отец Живой Я б ему позвонил Домой И, наверное, б спросил Ты все прыгаешь хил Как делишки, где был С кем пил И, наверное, б спросил Ты все прыгаешь хил Как делишки, где был С кем пил А отец бы ответил Так, как трактуешь отца Сопляк Впрочем, что с тебя взять Заходи, дам пожрать Ты ж небось без копья Опять Впрочем, что с тебя взять Заходи, дам пожрать Ты ж небось без копья Опять И пришел бы я в дом К отцу Он бы мне разогрел Супцу Из высохших шпрот Сделал бы бутерброд И сказал бы Давись Проглот Из высохших шпрот Сделал бы бутерброд И сказал бы Давись Проглот Я бы все смолотил Смолол И сказал бы Ну Я пошел А супец был хорош А отец бы Ну что ж Жрать захочешь Еще Придешь А супец был хорош А отец бы Ну что ж Ей захочешь Еще Придешь Я бы Лучше Турнул Дымку Был бы Март Или Апрель В соку И метался Б скворец По березе Кривой Если Был бы Отец Живой И метался Б скворец По березе Кривой Если Был бы Отец Живой Друзья Александр Маршалл Сегодня в гостях у телерадиоканала Страна ФМ А 7 июня Кремле на своем юбилейном концерте Огромное количество звезд, артистов, друзей, приглашенных Друзья, но и вы, конечно, тоже должны оказаться Если такая еще возможность есть Если еще есть какое-то количество билетов Поторопитесь, пожалуйста, с их приобретением До 7 июня осталось совсем-совсем чуточку Саша, а что касается подарков на свой юбилей Чего бы ты хотел Еще есть время заказать, так сказать А вдруг кто-то слушает И, возможно, осуществит мечту Вы знаете, в этом возрасте уже особенно Так много и ничего не надо Мне бы очень хотелось Чтобы Чтобы У всех вот моих друзей все было хорошо И чтобы они пришли И чтобы мы встретились В коем веке это бывает Мы так редко видимся График у всех жесткий И не получается А так, в общем-то, хотелось бы, чтобы этот день запомнился Чтобы мы Потом Как следует это все взбрызнули Да, вот это вот очень интересный момент Поподробнее, да? Как долго, да, взбрызгивание планируется? Ну, неделя, месяц, сколько? Нет-нет-нет, ну, Александр, слушайте Во-первых Во-первых, потом у меня дальше есть еще несколько городов Куда нужно поехать и выступить И как бы А потом уже нет того куражу Ну, до утра, скажи, Саша До утра, и все Ну, до утра, наверное, конечно Да, я думаю, что Тем более это будет В таком месте, где все могут попеть Все могут Предоставить себя мельпомени В любом состоянии, соответственно Так что вот так Саша, скажи, пожалуйста Вот Никакие итоги, конечно, мы не подводим Но все-таки Вот если на сегодняшний день Оглянуться назад Ты доволен всем, как сложилось в твоей жизни? Что и как сложилось? Наверное, если бы Была возможность Начать сначала Я бы так бы и поступил То есть Ничего бы не менял Что касается карьеры Вот здесь тебя Все устраивает? Ну Все устраивать не может По определению Мы люди Нас периодически что-то не устраивает Ну что может не устраивать маршала? У него концерты, слава богу Во всех городах Все любят, ценят Вот я не о себе Я говорю о каких-то вещах Которые нас окружают вообще Вот Наша жизнь Да Я иногда читаю Какие-то Вещи в интернете Людей Которые пишут Такое вообще У меня волосы дымом становятся Думаю, ну как ты Зачем это все? Неужели не хочется Проснувшись утром Пожелать всем Хорошего дня Улыбнуться Я не знаю Нет, взять телефон И написать гадость с утра Чтобы у всех настроение Испортилось Да Причем он думает Что он прав Что вот он Поэтому вот я Последнее время Как-то особо И не лезу В фейсбук Интернет Ну так с друзьями Общаюсь и все А все эти Всевозможные Публикации Которые касаются Политики Которые касаются Там, я не знаю Каких-то наших Повседневных дел Я просто даже не читаю А тех, кто совсем уж Как эти Самомухо Ну прям раз Благератор Ну прекрасно Конечно Правильно Да И потом Много вещей О которых они говорят Совершенно не зная Темы Я вот недавно был В Донецке В Луганске Выступал В праздник В годовщину Трехлетие И я вам скажу Я был поражен В той атмосфере И тому Что происходит в Донецке То есть Чистейший город Вот настолько чист То есть Нет мусора Все Люди улыбаются Все Доброжелательные То есть Я-то ехал Готовил себя Совершенно к другому Думаю Ну сейчас приедем К самому ужасному Вот Поэтому Вот яркий пример Того Как нужно Как нужно жить И как нужно себя вести В этой жизни Слушай Они им стреляют Они вот такие Что мешает людям Которые живут Казалось бы В комфортных условиях Относительно Других людей Как думаешь Заелись Людям-то Наверное Ничего не мешает А их Подзадоривают Те Кому это нужно Просто Вот тут вот же В чем дело Друзья Вот заметьте Пожалуйста Простые люди Везде одинаковые Совершенно Я задала Артисту вопрос О творчестве О карьере А неравнодушный человек К родине К России К тому что происходит Вокруг Все равно вышел Вывернул Для Михаила Боярского Для Михаила Боярского Для кинофильмов Чужой Чужой А это А это нужно А это нужно А это нужно Чтобы меня зацепило Многие на меня Обижаются Присылают Я не отвечаю Ну потому что Значит не зацепило А песня должна Ну как-то Стихи Это зацепило Друзья Слушаем Смотрим Все прошел Везде побывал Видел то Что никто не видал Средь друзей и врагов Среди вечных дорог Дом родной вспоминал Сто дорог Пыль на лицо Сто дорог Опаленных свинцом Все невзгоды свои Я годам подарил И всегда говорил Уходя, уходи Дверь без стука прикрой И богам помолись Крайний раз Оглянись Мы вернемся домой Уходя, уходи Дверь без стука прикрой Старикам поклонись Крайний раз Оглянись Мы вернемся домой Уходил, но не предавал Брал свое, но не воровал Все победы Все победы свои Я тебе подарил И всегда говорил И всегда говорил Уходя, уходи Дверь без стука прикрой И богам помолись Крайний раз Оглянись Мы вернемся Мы вернемся домой Земляка поклонись Крайний раз Оглянись Мы вернемся домой Мы вернемся домой Мы вернемся домой Мы вернемся домой Уходя, уходи Дверь без стука прикрой И богам помолись Крайний раз Оглянись Мы вернемся домой Уходя, уходи Уходя, уходи Дверь без стука прикрой Стариком поклонись Крайний раз Оглянись Мы вернемся домой Землякам поклонись Крайний раз Оглянись Мы вернемся домой Мы вернемся домой Домой Мы вернемся домой Мы вернемся домой Страна ФМ СМИ зарегистрирована в Роскомнадзоре Свидетельство ЭЭЛ номер ФС 77 65 232 от 1 апреля 2016 года Категория 12 плюс Друзья, Александр Маршалл Сегодня в эфирной студии телерадиоканала Страна ФМ Мы слушаем песни и в записи песни и живые Да, и готовимся к концерту юбилейному Который пройдет 7 июня в Государственном Крымском дворце Готовимся прямо с утра до вечера Готовимся И по ночам репетиции бывает Саш, ну наверняка же нет? Ну вот с 27 числа мы начинаем плотные репетиции Смотрю на афишу и понимаю, что нет вроде даже никакого названия Ну это же модно сейчас Ну как же нет 60 полет нормальный 60 полет нормальный Полет нормальный Красиво Ну с крыльями конечно все Спросили же у Сашки, кто же будет ведущий Ведущий будет самый лучший, Александр Маршалл Ведущим-то меня назвать трудно Ну просто я хочу, чтобы как можно дальше это все ушло от пафоса какого-то Ну как-то больше это было такой Ну такой свой какой-то, своя атмосфера такая Располагающая к общению И чтобы люди себя не чувствовали В концерте В государственном Кремлевском дворце Да прожила дело, что это все равно будет все красиво И кстати Скорее всего первая песня будет Вот ту, которую мы слушали перед вот этой Которая Нет-нет-нет Я имею ввиду слушали в записи Уходя-уходи Отключись Уходя-уходи Сольная песня, да Будет интро очень такое бурное И вступление И потом эта песня Потому что она мне кажется так вот Прямо отвечает Моему жизненному какому-то Пути что-ли Вот тому, что со мной было Ну похоже на начальную песню Понятно Саш, в этом году уже еще один юбилей Очень громкий, большой У группы Парк Горького Тридцать лет, между прочим Слушай, тридцать уже? Но вчера 25 отмечали Вот только было 25 Роскошный концерт Стоп! Остановите часы! Куда это все тикает с такой скоростью? Так, ну что Паркса собирается юбилей отмечать? Я не знаю Я могу только сказать одну вещь Что мы вот с Лешей Беловым Ну увидитесь и обсудим Недавно Ну где-то недели две назад записали Или недели полтора Записали новую песню для Парка Горького Отлично! То есть это будет новый Новый Такой Железобетонный хит Который Ну я не знаю, во всяком случае Мне так кажется Она называется Hello Какое Я ему периодически пишу эту песню доделал Он пишет Вот уже вот-вот Он хочет сделать, чтобы она звучала круто Ну чтобы она стала ситуация И он занимается Я думаю, что скоро мы ее Вы ее услышите Нам эта песня очень нужна И мы хотим снять такой клипчик на нее Ну потому что от Парка ничего не было Ну вот на английском языке, кстати Чтобы ее И наши друзья в Дании И в Америке Чтобы они тоже По всему миру, конечно Международный хит А у нас есть программа «Зарубежка» Мы там ее будем успешно крутить А у вас есть такая? Есть такая, конечно Да, 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 да Вы вообще развернулись, я смотрю Саша старается, спасибо То ли еще выйдет То ли еще выйдет, да Ну давай, чтобы у нас душа развернулась Попросите тебя что-нибудь вспомнить А я вот Меня спрашивают Вот как рождаются песни Давай спросим Александр, как рождаются песни Как рождаются песни Подожди Но это все связано в основном С какими-то жизненными вещами Вот моими, да Во всяком случае Например, я съездил в этот самый Слетал там в горячую точку куда-то Бах, появилась песня Потому что ты наполняешься Какими-то эмоциями Какой-то информацией О которой ты раньше не подозревал Ты не знал об этом, да И ты общаешься с людьми Которые непосредственные Участники этих событий И тебе Тебе не приходится выдумывать Потому что я, например, спросил Как-то у Никиты Высоцкого Спросил, говорю Слушай, а как вот отец писал Откуда он? Он же не тонул в подводной лодке Он не горел там Я не знаю В истребителе В танке, да Он говорит, ты знаешь Я помню, что он Не часто, а когда была возможность То есть он встречался с ветеранами С пилотами С моряками И они сидели Вспоминали Какие-то свои Прошедшие дни, да Бои А он сидел И как губка все впитывал А потом это все Уливалось на бумагу Потому что фантазия Это богатая Для поэта, как сам Высоцкий говорил Важна фантазия Ты должен сам представить себе Эту картину Вот красочно Красиво Но иногда у меня это получается Иногда нет Вот песня, которая сейчас прозвучит Это, ну, я не буду расшифровывать О чем она Вы сейчас сами все поймете Не факт Что он поймет Лучше не смотрим Зачем тогда я вслух сказал прощай Ведь я хотел сказать не уходи И лишь дотронулся до твоего плаща И не прижал тогда тебя к своей груди Как мог я мысленно сказать тебе прости Ведь надо было громко закричать И в тот момент не дав тебе уйти Как в самый первый раз поцеловать Но вот и все И оборвалась нить Потом я пил и бредил целый год Хотел вином вину свою залить В надежде, что когда-то боль пройдет Мелькали люди, страны, города Дороги, как распущенный клубок Но утекала времени вода А я забыть тебя никак, никак не мог Жил будто в долг Писал про все подряд Пытаясь головой уйти в дела Хоть рукописи вроде не горят Но от моих осталось лишь зола И как во сне я продолжаю жить Спасибо Господи, что все еще живой Так и не зная, как себя простить С разбитым сердцем и седой головой Так и не зная, как себя простить С разбитым сердцем и седой головой Зачем тогда я вслух сказал прощай Зачем тогда я вслух сказал прощай Браво! Александр Маршалов Прошу прощения за ковыряние здесь Потому что я, в общем-то, не гитарист Да, поэтому иногда И тем более не видно, куда я там нажимаю Все прекрасно, Саша Спасибо большое Ну вот вы можете себе представить Да, как была написана вот эта вот штука То есть это мне Товарищ один рассказывал, что он расстался со своей девушкой И вот так у него произошло все Все основано на реальных событиях Ну да, Александр Да, да, действительно Как-то так, примерно Ну да Саша, в юбилейный год Вот сам себя спрашивая Насколько ты себя чувствуешь? Ну, вы знаете, вот Вот это вот, кстати, меня очень радует То, что я все-таки остался там Когда мне было 20, вот 25, 30 Вот эти вот годы 25, красиво это красиво Для меня это было нечто такое Я настолько кайфовал в том времени Что я сейчас Мне говорят, давай книгу напиши Я не помню ничего Потому что было так хорошо Что просто так хорошо не было никогда Ну, представьте Там, 77 год Я пришел из армии В мае месяце А в июне я уже поехал в Крым Да, какой в июне В конце мая поехал в Крым И там меня ждали ребят Которые играли на танцплощадке Вот пели гримы Группа 1 мая С корабля на бал Представляете, да? Ты был степняком, да? У тебя Нет, это в школе Степняки были в школе А это после армии И представляете себе После сложной службы Там на точке Радиолокационной Где зимой Понесло По ночам волки выли И так далее Вдруг Море Вот Очень незабываемо Друзья, я хочу спросить Еще вот о чем Александра Будет ли среди артистов Гостей приглашенных Друзей 7 июня В Кремле Сын Артем Который, между прочим Серьезно стал заниматься музыкой Он стал заниматься Вот Это называется у них хип-хоп Я надеюсь, да? Или как это? Что он говорит? Район Район вот это Да Вот это вот Это влияние текилы Расскажи, откуда это все Пошло у тебя А вот не знаю Он после того, как он Отслужил в армии Ну как отслужил Его комиссовали Потому что он порвал себе Там подколенную связку И так далее Ему делали сложную операцию И он когда Пришел То есть выздоровел Уже после госпиталя Вот он такой был В прострации Не знал, что ему делать Вдруг начал потихонечку Писать какие-то стихи Он же даже поработал моделью По-моему, да? Если не ошибаюсь Ну он не то, что работал Пробовал Потому что Наташины Потому что красивые Потому что Наташины подруги там Какой у тебя сын красивый Давай мы его сфотографируем Может он будет моделью Вот это вот Но он ему Это не его Он вот такой вот Сейчас стал писать стихи И Вот они скоро закончат Снимали клип Насколько я понимаю В общем вот туда Вот в эту вот сторону Его почему-то тянет У него группа или Это сольный проект? Сольный проект И клип уже должен вот-вот Скоро быть готов Должен быть готов Да, я ему предложил Говорю, давай сделаем что-то вместе И в Кремле споем Слушайте, ну это же должно быть Ну пока он пока не получается Я хочу, чтобы это было круто там Я говорю, ну молодец Правильно, я тоже такого же мнения Это все должно быть Не спустя рукава Поэтому давай лучше как-то так Ну присылайте нам клипы И Артема пригласим с удовольствием За премьерем все это Вы можете показать Конечно, конечно Ну ты так говоришь сразу Слушайте, мы показываем клипы Группы Ленинград О чем вы говорите Я думаю, что Артем Артем уже как-то Ну Ленинград, так что Ленинград, кстати Я считаю, что на сегодняшний день Это настолько Ну клипы бывают Откровенно Откровенно Я просто видел их в работе Когда был на дне рождения У одного из моих друзей Таких серьезных И там Выступал Ну мы со Шнуром Знаем друг друга давно Вот И я просто Был поражен этой энергетикой С которой Вся вот эта вот Публика Которая там была Просто сорвалась С места своих Сметая на ходу Столы И все так и так далее То есть Энергетически это круто Ну это здорово просто Ну то, что ты делаешь Это тоже очень круто Энергетически Есть и видео в интернете Из концертов В разных городах А стадионы Мы сейчас очень хотим Послушать твою песню Время вечности Может быть ты о ней Нам что-то расскажешь Успеешь показать отступление Время вечность Ну Эта песня написала Стихи К этой К этой песне Написала Жена Нашего Замечательного Министра Дмитрия Рогодина Вот И Вообще Потрясающая Совершенная женщина Я никогда не Не думал что Вот Человек Занимаясь как бы Другим в своей жизни Да она там Я не знаю Но она занимается чем-то Ну не творчеством Таким Но не творчеством Да и вдруг вот так Ну она пишет много на самом деле Она мне периодически присылает Какие-то вещи Мне очень нравится Вот А это И так Чем меня поразила эта история Ну притянула Как говорится Тем что это такая Женская конкретная Какая-то Женское видение Вот этой ситуации А музыка чья здесь А Это Сейчас я фамилию Ну запускаем Я вам потом скажу обязательно Хорошо Время Вечность Александр Маршал Новая песня Ну и вот Блистательные поэтессы Новые мы даже не знали Слушаем Смотрим Грустно Грустно мне без тебя Странно и одиноко Вероломна зима Обнажает тревоги Снега чистые крохи Мне на душу злою Жизнь тебя отнимает Остаюсь Остаюсь С пустотою Я ловлю Свежий ветер Жадно Воздух Глотаю Я молю Кто ответит Без тебя Сердце Тает Тишина Громом Давы Пепел Думы И мысли Без тебя Время Вечность Праздник Ты в моей жизни Трудно мне без тебя День и ночь серой глою Как же так тонкой нитью Были связаны двое Я смиряюсь и плачу Я смеюсь и рыдаю Нет тебя и как нищий По тебе По тебе Голодаю Я ловлю Свежий ветер Жадно Воздух Глотаю Я молю Кто ответит Без тебя Сердце Тает Тишина Я Громом Давы Пепел Думы И мысли Без тебя Время Вечность Праздник Ты в моей жизни Я ловлю Я ловлю Свежий ветер Жадно Воздух Глотаю Я молю Кто Я ловлю Без тебя Дарить цветы Приходите Красивая очень песня Автор слов Татьяна Рогозина Время Вечность Очень много будет новых песен Да Саша у тебя на концерте Ну я бы не сказал что прям много Но будут конечно Но во всяком случае Они уже не новые Потому что На концертах Вот Время Вечность Ну относительно же Новая песня Она уже звучит по радио Потом Уходя Уходи Эти все песни на радио уже есть Поэтому Я думаю что Каким то краем Они уже будут Известны Прозвучат ли Тени тленки Орел Ливень Твой любимый белый пепел Ну я же говорю что Я же говорю что Вот эти песни Будут петь мои друзья Ах вот ты как хитренько решил Конечно Ну я могу Ну я могу сказать что Белый пепел Мы споем С Павляшвили Как неожиданно С Сосо Вот я больше ничего не буду говорить Потому что мне интересно будет А Сосо уже сейчас Все время с Ириной С супругой выступает Здесь как он Один выйдет на сцену Это Саша ты Вопрос сейчас Кому задал я не понял И что Тебе Ну хорошо Значит с супругой Втроем Тоже хорошо Да Слушайте вот Режиссируем концерт По ходу Нашего сегодняшнего эфира Саш мы попросим тебя что-то исполнить У нас не так много времени К сожалению осталось до конца нашего эфира Друзья мои я хотел бы поблагодарить вас за то что вы нас слушаете сейчас в прямом эфире Хотел пожелать вам крепкого здоровья Благополучия Хотел бы пожелать вам тем кто страждет И ну в общем не все получается терпение И конечно же упорство Потому что только так можно победить свою какую-то Свою какую-то неустроенность Своё недовольство и так далее и тому подобное Думайте позитивно Что бы ни случилось Все равно жизнь наша не очень длинная штука И поэтому нужно как-то радоваться ей И радовать остальных Чтобы остальных хотя бы не обижать Это уже будет хорошо Я в заключении хочу вам подарить Жизнеутверждающую песню Которую я написал давно Но и она кстати еще не записана Но я думаю может это и ни к чему Вот в таком варианте она и ничего вроде Слушай Распоясался ветер Но старый корвет Режет волны шутя и играя И летят над водой Слуги ветреных лет Паруса словно белая стая Им знакомы бои И лихой абордаж Им знакомы и штормы и штили И протяжную песню Поет такелаж О морях где еще не ходили Скоро в небе забрежет рассвет От циклона уйти поскорей Курс берет на спасенье корвет Гордый призрак Протяга морей Как израненный зверь Что бежит на ловца Не замедлив свой ход перед дулом Он с пути не свернет Он дойдет до конца Не оставив надежды акулам Пусть поломана мачта И парус повис Воду трюмами скорбно глотая Он свой выход конечно окончит на бис В двух шагах от последнего края Вот с собою затмил белый свет Вал девятый держись не робей Сходу на борт Сходу на борт Ложится корвет Сбросив пушки Своих батарей Не воспряв атаков Будто злой жеребец Взмыв над бездною Встал на дыбы Это значит он жив И еще не конец Его трудной соленой судьбы Это значит под грохот Бушующих волн Нарушается скорбный обычай Тот который ревниво Хранит посейдон Но ему не дождаться добычи И корвету назад хода нет Он счастливее всех кораблей В этот раз он увидит рассвет Гордый призрак Бродяга морей Ни один еще встретит рассвет Гордый призрак Бродяга морей Александр Марков! Браво! Спасибо! Спасибо! Заслуженный артист России Саш, будет ли народный? Есть у тебя такая информация? Во-первых, это не зависит от меня Это понятно, да Во-вторых, не очень-то и хотелось Как же так? Да, ничего страшного Я считаю, что это Ну, эти звания Какой-то такой Атавизм из Советского Союза У нас остался Вот, заслуженный, народный Ну, невозможно сказать Народный артист Англии Пол Маккартни Ну, как-то, да? Сэр Пол Маккартни Ну, и так все знают Что он любимый и народный Просто Это звание уже как-то Немножко, по-моему Немножко обесценилось, что ли Вот раньше там выходили, да Народный там Крейсер Аврора Прям такой И потом были какие-то льготы Я не знаю, сейчас они существуют или нет Ну, там место на Ваганьково или где-то там Ну, какие-то, наверное, льготы И сейчас остаются Вот, поэтому Это не столь важно Я считаю, что Главное Пока есть силы Пока есть энергия Отдавать всего себя до конца И это вот Мои эти поездки Вот недавние И Кишинев И Донбасс Это вот По сто тысяч человек Которые вот так вот Руками Это просто Я считаю, что В этот момент Я понимаю, что Я живу не даром на этом свете Саша, не даром И не даешь прессе Почему-то повод Желтой прессе Особенно в последнее время Писать о каких-то Романах Ну, нет, они-то Находят все равно Какие-то вещи О которых я даже не подозреваю Но это не страшно Это их работа Они так зарабатывают себе На жизнь Ну, пусть Главное, чтобы палку не перебали Потому что есть Ну, мне-то уже как бы Немножко все равно Потому что, к сожалению К огромному Моей мамули нет на свете То она все время читала Эту ерунду И все время переживала Саша, что там опять? Куда ты влез? Мама, не читай Я тебя прошу А сейчас, то есть Мне уже все равно Ну, хотелось бы как-то все равно У меня дети есть У меня есть еще Родственники Которым может это быть неприятно Поэтому И еще главное, Саша Что есть просто Миллионы людей Которые тебя обожают Спасибо Которые тебя восхищаются Которые тебя очень сильно любят К этим людям относимся И мы с Романом Это правда И мы тебя искренне благодарим, конечно За то, что ты к нам пришел Спасибо, друзья И заранее поздравлять не будем Но просто вот Ходи пожелать тебе И здоровья крепкого Пусть концерт пройдет фантастически Красиво Ну вы же придете Красочно Постараемся быть И что еще Седьмое июня, друзья Все помните Запишите, пометьте в календарях Большой кремлевский концерт Большой генгелейный концерт Александра Маршала Человека, который Ну, я считаю, Саша, уникальным, правда Потому что ты Прекрасен во всех жанрах Абсолютно музыкальных Которые существуют Хоть меня ходит, Саша Все, все Он уходит Хорошая подготовка к концерту Я представляю, да Маршал обиделся на ведущих Телерадиоканал Страна ФМ За то, что они его Слишком много хвалили Вот это скандал Все Бурные овации Александр Маршал Спасибо, Саша Берегите себя Спасибо До встречи в Кремле На концерте у Александра, друзья Телерадиоканал Страна ФМ До встречи Страна ФМ Все к лучшему